Хайскрин Буст 3. Музыкальный смартфон с рекордной автономностью. Хайскрин. Сила в музыке. Порой чем выше взлетишь, тем больнее падать. С вами Влад205 и это список из 10 миллиардеров, потерявших весь свой капитал. Десятое место. Собственный капитал исландского миллиардера равен нулю. Ранее считавшийся вторым самым богатым человеком в Исландии, миллиардер Бьорг Фулгунсман в 2009 году заявил о своем банкротстве. Хотя основным его бизнесом считалось изготовление пива, миллиардер заработал свое состояние как акционер Ландсбанки, второго по величине банка Исландии. Сейчас его долг составляет 1,4 миллиарда долларов. Его финансовая империя рухнула после почти полного краха исландской банковской системы годом ранее. Во время кризиса, в результате чего, его собственный капитал стал равен нулю. Девятое место. Аллен Стэнфорд превратился из миллиардера в заключенного. У уроженца Техаса, Аллена Стэнфорда, было все. Собственные самолеты, яхты и личная профессиональная команда по крикету. На пике карьеры он был признан одним из самых богатейших людей Америки и вошел в список 400 самых богатых людей планеты по версии журнала Forbes. Его капитал, по предварительным оценкам, составлял 2,2 миллиарда долларов. В 2009 году Стэнфорд был признан виновным в мошенничестве. Его офшорный банк в Антигуа выдавал клиентам депозитные сертификаты под непомерно высокие проценты. А потом банкир использовал деньги клиентов для собственных нужд, в частности, для поддержания чрезвычайной расточительного образа жизни. На данный момент возвращение своих денег ожидает около 20 тысяч инвесторов, а Стэнфорд отбывает срок в размере 110 лет за кражу 7 миллиардов долларов. Восьмое место. Миллиардер Шон Куин потерял всю собственность в ирландской имущественной афере. В 2008 году Шон Куин считался самым богатым человеком в Ирландии. Стоимость его активов оценивалась в 6 миллиардов долларов. Куин вложил большую часть своего личного состояния в англо-ирландский банк, кредитовавший строительство в Ирландии. В течение всего лишь нескольких месяцев инвестиции Куина понесли огромные потери, поскольку строительный бизнес в стране стал убыточным. Ирландия национализировала банк через год для предотвращения дальнейшего обесценивания средств. Но инвестиции Куина в размере 3 миллиардов были уничтожены. Новый банк завладел его собственностью, в том числе компанией Куин Групп. В результате у Куина и его семьи осталось всего 15 тысяч на трех банковских счетах. Седьмое место. Японский бизнесмен Масаеси Сан потерял крупнейшее личное состояние в истории. Масаеси Сан потерял колоссальные 70 миллиардов долларов собственного капитала, но при этом до сих пор остается вторым самым богатым человеком в Японии. В 1981 году Сан, называемый японским Биллом Гейтсом, основал компанию Софтбанк, ставшую впоследствии крупнейшей телекоммуникационной интернет-корпорацией в Японии. Во время бума доткомов Софтбанк оценивалась в 180 миллиардов долларов, а Сан владел состоянием в 78 миллиардов. Во время интернет-краха в 2004 году стоимость акций корпорации снизилась на 98%, а Сан потерял огромную сумму денег. По сути, никто не терял больше за всю историю человечества. Отчаиваться Сан не стал. Через несколько лет стоимость акций Софтбанк вновь выросла. Шестое место. Восьмой среди богатейших людей в мире потерял миллиарды после того, как нефтяные месторождения исчерпались. Бразилец Эйке Батиста был восьмым среди самых богатых людей в мире. Он часто хвастался, что в один прекрасный день станет номером один на планете. Вместо этого он потерял большую часть своего состояния, 33 миллиарда, через 16 месяцев после того, как находившаяся под его контролем компания по разведке нефтяных месторождений обанкротилась. Батиста построил буровую установку в пяти часах езды к северу от Рио-де-Жанейро, купил автотранспортные компании и нефтяные танкеры. Все это предназначалось для разработки якобы найденных богатых нефтяных месторождений. Тем не менее, количество нефти в резервах компании оказались преувеличенными, и обещания Батисты для инвесторов стали не более чем сотрясением воздуха. Четыре из пяти нефтяных месторождений с тех пор заброшены. Пятое место. Один из пяти самых богатых людей в мире потерял 40 миллиардов долларов. Ясуми Цушигета, основатель мобильной телекоммуникационной компании Хикари Цушин, ранее был одним из богатейших людей мира. Его имущество оценивалось в 42 миллиарда долларов, но затем последовал кризис, затронувший японскую IT-индустрию. Всего за один день стоимость активов Шигеты упала до 5 миллиардов. В итоге фонд компании Хикари Цушин резко снизился, и Шигета потерял за один день 40 миллиардов долларов. К 2009 году его доля в компании сократилась до всего лишь 600 миллионов долларов. Не испугавшись, Шигета направил деятельность Хикари Цушин в новые отрасли, например, страхование и констовары. Это расширение в сочетании с агрессивной тактикой продаж спасло его самого и его компанию от разорения. Четвертое место. Билл Гейтс, основатель компании Майкрософт, потерял титул богатейшего человека в мире в 2010 году, когда отдал миллиарды благотворительному фонду. Гейтс и его жена пожертвовали более 28 миллиардов долларов на различные благотворительные акции. Третьих, в состояние ушла фонду Билла и Мелинды Гейтс, деятельность которого направлена на развитие образования и здравоохранения в США. Хотя текущие состояния Гейтса оцениваются примерно в 67 миллиардов долларов, сам бизнесмен заявляет, что после определенного момента деньги перестали для него чего-либо значить. Куда полезнее выделить часть своих ресурсов тем, кто действительно в них нуждается. Следует отметить, что состояние Гейтса уменьшилось именно из-за пожертвования. Он не потерял контроля над своими деньгами. Тем не менее, его огромный вклад в благотворительность тоже делает его в какой-то мере богатейшим человеком в мире. Пусть и не по размеру средств на банковском счете. Третье место. Бывший миллиардер дал подписку о невыезде, но попросил о разрешении посещать оперу. Альберто Вилар потерял большую часть своего состояния в 2011 году, когда рынок технологий перетерпел некоторый спад. Однако еще хуже, что знаменитый инвестор и филантроп был судим за обман своих клиентов, чьи инвестиции в размере нескольких миллионов долларов использовал для собственных нужд. В 2008 году Вилара приговорили к 9 годам лишения свободы за мошенничество. Он обжаловал свой приговор, но его снова признали виновным. Сейчас Вилар в ожидании нового приговора получил подписку о невыезде. Он обратился к властям с просьбой разрешить ему бывать в опере и получил разрешение. Старые привычки умирают с трудом. Второе место. Основатель Икеа по собственной воле потерял 17 миллиардов долларов. Основатель Икеа Ингвар Кампрат известен благодаря своей скромности и граничащей с эксцентричностью. Он ездит на 20-летней Вольво, повторно заваривает чайные пакетики, а свой дом обставляет мебелью марки Икеа, которую собирает сам. По слухам, собственность Кампорда оценивается в 23 миллиарда долларов. Однако в 2010 году его капитал значительно сократился, так как он добровольно отказался от 17 миллиардов долларов. Его адвокаты доказали, что большая часть денег на самом деле принадлежит его фонду и не является частью его личного богатства. Первое место. Братья из Индии потеряли миллиарды при обесценивании рупий. В течение 10 лет после смерти своего отца, миллиардеры Анил и Маркеш вели войну друг против друга. Маркешу, богатейшему человеку в Индии, принадлежит телекоммуникационный гигант Relins Industries, а его брат Анил владеет компанией Relins Communications, услугами которой пользуются более 150 миллионов абонентов сотовой связи. Компании принадлежат миллионы километров волоконно-оптического кабеля и десятки тысяч вышек сотовой связи. В 2013 году братья решили объединить две компании и сделать отношения между ними менее напряженными. Через несколько минут после их заявления, рост стоимости акций обеих компаний прекратился. Несколько позже, в мае 2013 года, индийская рупия стала стоить намного меньше на мировом финансовом рынке. В результате Маркеш потерял 6 миллиардов долларов своего личного состояния в течение 4 месяцев, а его брат Анил за тот же период лишился 2 миллиардов долларов. Но через некоторое время курс рупии стабилизировался, так что свои деньги и братья в итоге вернули. Представляете, мои друзья сделали игру для телефона, называется «Стань умнее». Советую вам поиграть, я сам в нее залипаю. А с вами был Влад205, советую вам поиграть в игрульку и посмотреть следующий топ и все такое. Короче, всем пока. Все, спасибо за просмотр. Редактор субтитров А.Семкин